Вот, видимо, поберег свои старые кости и связки, а и на старт не вышел. Итак, 25 кругов. Ну вот, все стартовали. Нет, смотри-ка, пока Женя вроде собрался бежать. 24 круга, ребятам предстоит преодолеть. Как ожидалось, я поздравил один из братьев Рыбакова. Итак, Женя и Толя, и Вова. Все сразу же определилось. И Андрей Лейман. Высокий график бега, как я понимаю, потому что сразу же 4 человека вышли вперед. А, кстати, я Славу Шаламова не увидел. Кто знает, что со Славой случилось. Этот спортсмен всегда выходил на десятка, а в этот раз что-то не вышел. И вот в гордом одиночестве Искандер Эдгаров. Он будет сейчас смочить свои бесценные волосы. И они будут мешать ему бежать. Итак, первый круг преодолевают участники. Очень хороший график бега, прям очень хороший. 1.07 это 1.04. 1.04 это на 26.40. Так, может быть и правда упадет рекорд России. Мало ли, кто знает. Все-таки Вовка готов, конечно, хорошо. Расстраивался, что дорожка плохая. Но дорожку, видите, сделали третью. И побежали очень быстро. Ну вот, Женя Рыбаков, как мы предполагали, вот сошел. У него были проблемы с ногой со старта, как мы и предвосхищали, он сошел. Ну ахила, правда, заболела нога, прихрамывает. 400 метров пробежал. А, вот Слава Шаламов-то бежит, оказывается. Нет, подождите, это Лейман и Искандер Эдгара. Итак, ну вот сейчас Толли Рыбакову, конечно, без брата. Будет очень тяжело, как они всегда. Нет, я, конечно, сказал, что это очень быстрое. Начало первого круга было. 64.26.40. Конечно, это нереальный бега до них. Но я думаю, что на район 28 минут ребята побегут. Вот сейчас вот Вовка бежит за Толлей и Лейман. Вот они сейчас... 2.19. Это приблизительно 2.14-2.13. Ну вот, то есть график бега очень хороший. Ну вот, мы видим, что там Алексей Дорофеев проигрывает уже приблизительно 5 секунд. Но вот готовность Искандера Эдгарова неплохая. Если второго Рыбакова заболит нога, то у Искандера Эдгарова шанс будет попасть на пьедестал. И на третьем месте Лейман. Мастер спорта Краснодарский край. Итак, рыбаки, немцы, татары, любители. Леха Дорофеев. Отдельный человек, о котором можно говорить бесконечно. Ох! Леха Полтанов. Он тоже хороший шаговый на самом деле. Но эти ребята бегут на 29 минут. А эти бегут на 28. Но если так будет, то Искандер Эдгаров отстанет свою шаговую. Ну вот, Вова как будто бы уже на колесе и хочет выйти. Три круга. 31. Это где-то 3,22, 3,23. 1200 метров. А это скорость на 2,50. Ну, чуть-чуть тише, чем 2,50. Я думаю, 2,51 будет. Тысяча. А, стоп, извините. Что я говорю? Это... А, нет, нет, так и есть. Чуть-чуть потише получается. Итак, Вова сейчас побежал и будет бежать в сольном темпе. Это будет интересно. Будет ли он, правда, бить рекорд? Коробкин на 26, 32,55. Ну вот. Ну вот так вот. Даже на стадионе не знают Искандера Эдгарова. Ну вот. Искандер четвертый. Но у него сегодня есть шанс попасть впервые в жизни на пьедестал почета. Итак, сейчас будет 4 круга. И потом будет двойка. Итак, 2 круга. 4,42 по одной. 10,5 получается. 4,42. Не на рекордный график пока ребята бегут. И такое ощущение, что даже группа в числе, где бежит Алексей Дорофеев, даже немного подтянулась к Вове Никитину. Но Вова очень хорошо сейчас катит. Я думаю, что следующий круг будет пройден быстрее, чем 1,10. Но если говорить о графике бега, то приблизительно накидывать нужно 3 секунды. Ну не 3, 2,6 на каждый круг. Потому что расстояние 14,80 метров. Бегуны, которые бегут за 28 минут десятку. То есть получается приблизительно по 2,48 на тысячу. Как раз преодолевают за 2,8 и 14,5 метров 80 сантиметров. Итак, двоечка. Двоечка была 5,5,34. Где-то так. Два километра лидера 5 минут 41 секунды. 5,41 даже сказали, но как будто мне кажется. Второй километр 2 минуты 51 секунды. Это на 2,28,20. Но если Вова набежит на 2,30, например, последнюю тысячу, то получится результат 28 минут. Напомню, что лидерами на текущий момент за последние годы, за последние 10 лет после Сергея Иванова являются братья Рыбаковы, на имя реалий братьев Знаменск. В 2017 году они пробежали за 28,01,93. Оба врат сфинишировали. Соответственно, обогнали Вову Никитина. Он зашел за 900 метров. Но сейчас Вова, видимо, решил право добежать на рекорд страны. А это, конечно, очень похвально. Но пока они проигрывают графику приблизительно 5 секунд. Но Вова может эти 5 секунд отыграть за один круг, если захочет. Вот видим, что немного начинает отставать Искандер. И больше увеличился отрыв от группы преследователей. Но это говорит о том, что все-таки Вова сейчас бежит побыстрее. Я думаю, что очередной круг будет пройден в районе 1,10. Было 4,42. Сейчас будет, наверное, 5,52. Сейчас посмотрим. Ребята, у меня аккумулятор садится. Это очень... Итак, Анатолий Рыбаков немножко вышел вперед. Так. Жалко, жалко. Здоровье Владимир Никитин. Вот Лейман начинает отставать. Так, ребята, я, наверное, когда у меня останется на зарядке процентов 5, я прерву эфир и уйду за другим телефоном. Потому что хочется, чтобы все-таки вы финиш увидели. Как выиграть, да, всегда. 5,41. Говорят, что была двойка, да. Ну вот, смотрите, рыбак молодец, помогает. Толян помогает Вове. А группу преследователей возглавляет Алексей Торофеев. И вот, смотрите, сейчас Лейман с Искандером будут бежать и бороться за третье место. Лейман все-таки у нас больше приверженец марафона. И он на 4 года старше, чем Искандер. То есть, теоретически, у Искандера чуть выше финишная скорость. Но личный рекорд на тройке 7,57 у Искандера, а у Леймана где-то 8,05 или 0,06. Могу ошибаться. Итак, очередной круг. Так. Сейчас тройка, посмотрим, сколько будет. Тройка будет в районе 8,33, наверное. 8,33,5. 8,33,5. Печатать по 2,51, а у вас 8,20. На секунду медленнее, чем предыдущие. Вот Вова на колесе, очень легко. Для Искандера и Эдгарова неплохие очень условия Андрея Лейман. Андрей Лейман его продолжает тянуть. И тянет приблизительно на график 28,40 как раз. Он хочет 28,50. В принципе, объективно оценил свои силы и по этим же силам бежит. Ну да, конечно, бы не засчитали. Итак. Ну вот опять 1,11. Чуть-чуть падает темп. Это что касается... Лейман даже как будто бы чуть-чуть потянулся к лове. Ну вот Толя Рыбаков, видимо, хочет все-таки чуть-чуть сбавить темп, для того, чтобы были шансы какие-то с Вовой потягаться. Иногда бывает, что Вова на десятке его не хватает. Группа преследователей. 16 кругов. Скоро будет четверка. 10 минут в пути. Братья Рыбаковы у нас уже больше 12, почти 15 лет выступают на высоком уровне, можно сказать, даже международном. И неизменно попадают в призы на чемпионате страны на 10 тысяч, на 5 тысяч метров. И так, вот продолжает лидировать Анатолий Рыбаков. Вова бежит вторым. 42. 1,11 на 12. Это слава, Вова, конечно. И даже, ребята, он 28-40. Вот Лейман и Искандер. Но вот сейчас как Вова выходит вперед, так сразу же круги повесенее получаются. Леха Дорофеев по-прежнему пятый. Попов шестой. Белобородок с семьой. 4 километра. Очередная отметка для участников. Вот Вова прямо видно, что очень хорошо покатил. Бежит сейчас. Круг будет быстрее, чем предыдущий. Наверное, на 1,10 как раз выйдет. Если 1,10, это 1,07. 1,07 это на 2,47,5. Лейман и Искандер и Таро. Жалко, что слава не вышла, Шалама против Думы. 11,27. 11,27. Ну, это значит 2,54. Следующий километр. И 2,53 очередной километр на секунду медленной. 200 метров выиграла у женщин хорошего, 23,43. А у мужиков выиграл Лукин, 21,21. 14 кругов. Через 2 круга будет пятерка. Пятерку мы можем сказать примерно, ох, ребята, 5%. Давайте я эту часть завершу, а потом следующую включу с другого телефона. Всем спасибо. Спасибо вот этому человеку, Роману Троценко. Он предоставил свой телефон для того, чтобы вы стали свидетелями этой интересной битвы, баталии, дуэли. Рыбакова Анатолия и Владимира Никитина, а также всех остальных ребят. Ну, вот сейчас ребята уже... Вот сейчас, кстати, они будут пробегать отметку 5000 метров. Пятерка будет где-то 14,18. Вот, половина дистанции. И вот здесь 14,18, да. 14,18. Искандер обводит Леймана. И вот дальше будет интересно. Но, по всей видимости, Лейман, Искандер Эдгаров побреется наголо. Так как, если он бега, все-таки его тише. Ну, может быть, конечно, он набежит. Но у него было приблизительно 14,26, а это на 28,52. Ну, кстати, может быть, и набежит на 14,24. Пока он достаточно грамотно бежит. Я не могу сказать, что очень уж такой большой, катастрофический отрыв от Вовы Никитина. Но, конечно, с Вовой Никитиной мультигаться рановато. Как и Лейман и всем остальным. Единственное, кто может составить ему конкуренцию, это действительно Анатолий Рыбаков. Ну, бег, видите, проходит в холодную погоду. Кого-то может свести мышцы. Группу преследователи Тула Мастер Спорта под номером 183. Завтра вроде хорошей погоды, 20 градусов обещают. Так, Толя Рыбаков лидирует. Ну, тяжеловато ребятам сегодня отдается этот бег. До финиша лидерам 11. Искандер и Лейман бегут рядом друг с другом. Очень хороший такой. У них темп ровненький, не дерганный. Лейман опять отходит Искандера. Молодцы, пацаны друг другу помогают. Не препятствуют. Сейчас начинаются круговые. Интересные такие перестроения тактические. Кто-то успевает до виража, кто-то не успевает. Наматывает лишние метры. Вот пацаны из молодежки. А вот Вова и Толя Рыбаков бегут. И уже скоро будет отметка 6 километров. Останется до финиша 4 километра. И вот следом Лейман и Едгаров. Искандер, Искандер, давай, давай, не садись. Здесь из другого лидера на финиша. Впереди Анатолий Рыбаков. Ну, у меня женская 600 просмотров собрала. С учетом того, что у меня подписчиков в 4 раза меньше. Ну, вот, смотрите, ключевой момент. Лейман немного начинает уходить от Искандера и Эдгара. 17 секунд. 17 секунд. Вверху 255 секунд. 255 очередной километр. Ну, результат, мы, думаю, увидим 28-30. Это один из самых слабых будет результатов за последние годы на десятке. Ну, объяснимо, конечно, объективными причинами отсутствием Жени Рыбакова. Погодой такой, бегом по третьей дорожке, когда четко нельзя просчитать. Итак, по-прежнему впереди Анатолий Рыбаков. Владимир Никитин на втором месте. А вот на третье место снова вышел Андрей Лейман, мастер спорта. Ну, и Искандер Эдгара. Ну, вот ребята бегут. Леха Дорофеев по-прежнему пятый. Леха, Леха, хорошо, можешь Искандера подобрать. Это будет лучший день в твоей жизни. Он сошел через 500 метров после старта. У него хило болело. Они говорили, что еще заранее, что скорее всего сойдут. Ну, да, Искандер, Едгаров приблизительно. Вот где Андрей Лейман? Вот здесь вот волосы Искандера. Вот Вова. Ну, кстати, я могу сказать, что Лейман-то молодец. Не теряет из поля видимости, ребят. На круг они его точно не обгонят. Вова, хорошо, хорошо. А вот Лейман. Лейман 45 метров. Убегает от этого волосатого. Вот Искандер начинает чемпион панкапать. Леха Дорофеев догоняет, догоняет. Леха, подтягивайся к Искандеру, давай, давай. У тебя сразу добавится подписчиков. Штук 200. Вот Искандер. Вот Лейман. Вот Толя с Женей. Толя с Вовой. Так вот, сказать, Толя с Женей. Это уже просто стало как устойчивое словосочетание, выражение. Вернее, чаще, наверное, Женя все-таки с Толей. Женя обычно выигрывает. Просто, конечно, респект этим братьям. 35 лет. Все на ходу. Собираются добегать до 40. 2 минуты 52 секунды. Вот, Вова молодец. Еще раз добавил. 2,52. Лейман, расстояние тоже. На стопе. Искандер, подтягивайся немножко. Искандер, он по-прежнему третий бежит. Напоминаю, у него номер 37. 20-39. Сейчас мы смотреть сколько. Помогите Дорофееву кто-нибудь. Он такой маленький, ему тяжело. Голобородов, давай. Это на четвертом месте. Номер 148. Личина прибавляет. Колоня. Идеряй, контакт, Максим. Андрей, потом тяни. Если я вернусь в Степль, то яма выйдет из берегов. Ребятам легче следующим будет. 74 килограмма. Мама меня измерила и сказала, что у меня вторая степень ожирения. Так, ребята пробежали очередной круг. И сейчас до финиша остается 2,5 килограмма. Все, здесь у кого до 3. Лейман. Такой же отрыв, Андрюха, такой же. 40 метров. Искандер, оживешь, оживешь. Андрюха, глядя на эти таракани и бега, думаешь, куда возвращаться. Гораздо приятнее продавать кроссовки и вот так вот рукой вести. У меня рука, знаешь, как забилась. Водить туда и сюда, слева направо. Дорофеев проигрывает 80 метров. Искандерует Гарроу. Третья вроде степень. 74, прирости 170. Леха Попов. За тебя болеет Серега. Леха, давай работай. Рука. Еще один Попов рядом. Серега, Серега, давай. Серега Субочев молодец. А вот уже Толя и Вова обгоняют их на очередной круг. Им до финиша остается 5 кругов. И сейчас через 5 километров и останется до финиша чуть больше 2 километров. Он сказал, если он не пробежит быстрее, чем 28.50, то побреется. Итак, вот сейчас будет... Искандер, еще успеваешь! 22 минуты, 53 минуты, 8 минуты. 11 каждый круг, то побреется. И побреется. Но он бежит где-то по 1.13. И второе время на дистанции. После первой команды. Леха Дорофеев пятый бежит сейчас, получается. И ведет за собой группу преследователей. Проигрывает Искандеру метров 80. А Искандер проигрывает метров 40 к Андрею Лейману. А Лейман проигрывает 100 метров к Никитину и Рыбакову. Итак, ну вот мы видим, что... Толяна и Вова. Вова 4 круга. Вович вот не очень легко. Толяна, Толяна, воспользуюсь шансом. Вот Андрей Лейман. Итак, Лейману осталось не так уж много. Итак, Андрей Лейман. Два круга до финиша. Искандер, сможешь, сможешь. Будешь призером, но лысым. Леха, 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 давай. Они очень терпят. Догоняй немцев. Алексей, догоняй, давай, Леха Полтанов. Мой коллега по цеху. Михаил Максимов, Серега Попов. Вот он тоже рядом. Сейчас на финише соберутся. Вот, смотрите, как интересно. Искандер и Лейман 35 метров. Три круга до финиша. Отыгрываем и отрыв. Три с половиной. Вова выходит вперед. Сейчас будет нагнетать, конечно, темп. 25, 0, 5. Ну, 28, 30. Я думаю, что мы увидим. Вова чуть-чуть повесеннее набежит. Андрей, сзади, Искандер набегает. Андрюха, Андрюха, давай, давай. На стопу. Старайся. Три круга. Искандер, у тебя может получиться. У тебя лучше, чем у него финишная скорость. Спасибо, Дин. Очень приятно. Вот ребята выходят вперед. Молодежки паренька. Я не знаю, как его зовут. Вот этот под номером. В 109-м, что ли. И Леха Дорофеев. Хорошо, бегут ребята, тоже на мастеров набегут. Батыршин, давай, давай, забери седник. 2 минуты, 43 секунды. 2 минуты, 43 секунды. 2 минуты, 43 секунды. 2 минуты, 2 минуты, 43 секунды. Леха Полтанова. Леха Полтанова догнал Максима Попов. Ай-яй-яй, как-то Вова, Вова как-то очень отчаянно обогнал. Два круга до финиша. 26.09. А Толян-то терпит, смотрите-ка. Ох, как весело. Итак, сейчас получается очень интересная ситуация у Леймана с Итгаровым. Приблизительно 30 метров отрыва осталось. Андрюха, Андрюха, давай, не чисти, нормально, беги. Искандер, 4,5 секунды. Итак, 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 ребята, давайте смотрим, что здесь происходит. Вот троечка, которые бегут за пятое место, борются. А вон уже Вова все-таки убежал. Вова убежал от Толяна. Остается 500 метров. 28.57 на 29.20. 28.20 вернее, бегут. Бегут. Вова, 15 метров. Толя, 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 давай, получится. Владимир Никитин, последний круг. 28.15 даже, думаю, получится, может. А что у нас за третье место? Нет, Лейман не отдаст свою бронзу. Ну вот, Вова финиширует. А вот опять красивый бег Вовы. Вот Толян пытается, конечно, ничего не получается. Винишь, по пятой дорожке, участники. А ты теперь, давай, запекай спокойно. Толян. Вова. Ну вот Вова бежит на 28.16 где-то. Нет, 28.16. Ну да, где-то 28.16. Вова, молодец! Красавчик! Молодец! Молодец, Вова! Вова, молодец! Добегает. Становится чемпионом страны. С результатом 28.16. Толян Рыбаков сразу следом финиширует. Причем добежал даже это. Несколько не отстал. Третьим сейчас будет упорная борьба за бронзу. Они очень сильно набежали. 28.15. 2.36 закончил. Вон Лейман и вон Искандер бежит. Давайте будем посмотрим, как это будет сейчас выглядеть. Ребята, почти тысяча. Почти что догнали Искандера. 963 просмотра. Наш новый рекорд. Андрюха, Андрюха, помаши маме ручкой! Бронзовый призер. Молодец! Он такого, конечно, не ожидал. И он побрил Искандера. Поменял. 28.16. По нему тормознули. Искандер Рыбаков финиширует. 29.10. Десятка. Это вам не шевелюра на голове. Дорофейчик все-таки пятый. Молодец, Леха. Шестой вот этот парень. Седьмой. Седьмой, получается, финиширует Белобородов. Антон. Дальше сейчас будем смотреть, кто у нас с восьмым этим ребятам. Еще кружок бежать. Ох, какая заруба! Давай, Серега! Серега, не сдавайся! За восьмерку упорная борьба. И Эдик Батыршин оказывается сильнее. Восьмой, девятый. Дальше. Леха Полтанов замыкает десятку сильнейших. Финиширует десятым. Вова Никитин.